Посмотрите, да, вот акватория ковша, вот здесь начало, вот этот вот участок, это дамба, которая была насыпана как раз в 60-е годы для того, чтобы соединить коренной Барнаульский берег, на котором мы с вами находимся, и остров. Остров этот, кстати, носил название побочень, но об этом чуть позже поговорим, вообще, что про этот остров думали, что там хотели сделать и что там есть сейчас на нем. Ну, а вот вы можете видеть, да, то есть вот вдоль ковша один дом стоит, другой дом стоит, по сути дела, вдоль дамбы, ну, а там те два дома, они уже ближе к кусте Барнаулке, тоже совсем другой жилой комплекс. Так вот, почему я против того, чтобы засыпать ковш? Ну, во-первых, это очень такой привлекательный природный объект, до сих пор это живая часть реки. Один из подписчиков нашей группы поделился со мной информацией, за что ему огромное спасибо, что он, значит, лично был свидетелем того, как в конце 50-х годов в реку Обь запускали новые виды рыб, в частности, леща. То есть мы-то вот сейчас привыкли, да, кто рыбалкой увлекается, то, что в Обьи водится там лещ, судак, вот эти вот, это же не всегда так было, леща тут не было. Ну, вот его запустили, привезли вот по той самой железной дороге, которую мы с вами смотрели и выпускали его как раз вот в районе бывшей этой первой электростанции. Ну и, соответственно, часть рыбы, конечно, не перенесла, длительной дороги была очень слабая, ее можно было наловить руками, чем местные мальчишки занимались. Но вот благодаря таким акциям по зарыблению Оби, ихтя фауна нашей реки, конечно, сохранилась. И, в общем, нормальная промысловая рыба есть здесь и сейчас, в принципе. Ну и здесь-то, конечно, в этом заливе, может быть, там какие-то лещи, судаки, щуки крупные не водятся, наверное, но в любом случае рыба тут есть. Это первое. То есть засыпка ковша будет, ну, скажем, серьезным экологическим уроном чревата. Во-вторых, это очень красивый объект. Река, вода, если ее оформить, вот берега, вот сейчас, да, мы смотрим на берега, что мы здесь видим? Ну, здесь мы видим, что попало, да, тут вот какие-то мусорки, какие-то дома непонятные, строение непонятного происхождения, какие-то заборы, какие-то подсыпки. То есть, а вообще-то, если здесь облагородить вот это все, будет все очень красиво. Есть идея, значит, проложить, значит, выход к реке Оби от гнилики мимо здания первой электростанции, то есть, чтобы там можно было выйти прямо на вот этот самый ковш. Ну, а если он засыпется, то, конечно, никакой реки Оби здесь не будет. И вот этого эстетически привлекательного места здесь тоже не будет. Ну, и третье, третье соображение. Это же небезопасно. То есть, мы знаем о том, что река Опи, она у нас гуляет. То есть, вот, даже сама история происхождения ковша доказывает, что Опи не стоит на месте. И если она, скажем, 30-40-50 лет назад имела русло сюда, ближе к Барнаулу, потом она сменила русло, туда ушла, что ей помешает в какой-то момент взять и снова начать менять русло опять в сторону Барнаула. Тем более, что сейчас река сюда, ближе к Барнаулу, подходит и подмывает наш, получается, левый Барнаульский берег. Что помешает? Да ничего не помешает. Реку, такую крупную реку, как Опь, невозможно будет удержать в тисках. Поэтому засыпь пешков, шайтерну слаби. То есть, река просто пойдет здесь, и все, что здесь будет построено, она это будет смывать, подмывать, смывать и затапливать. Есть ли смысл так рисковать?